Работа при медиальном эпикандилите. Сейчас мы рассмотрим, как работать с сгибателями, а не же флексоры. И здесь чаще всего пациент может ощущать дискомфорт по триггерным линиям, по ходу волокон, где есть микроповреждения. И также очень часто в местах крепления, недалеко от сустава, могут образовываться кальцинаты. И пациент очень часто может показать очень точечно пальцем, где ему конкретно болит. Там, где показал, это место можно отметить маркером и там же и прорабатывать. Но прежде чем вы начнёте, всегда подготовьте мышцу к работе. Ставим самую мягкую щадящую насадку, резиновую, включаем первую скорость. И работаем по траектории волокон. Стараемся сильно на костные структуры не заходить. Работаем по мягким тканям. А после разогрева в щадящем режиме, можете поменять насадочку и проработать с большим давлением и с большей частотой. Но всегда смотрите за реакцией вашего клиента. Если есть неприятные ощущения, то имеет смысл поставить более мягкую насадку и снизить частоту. Далее. Когда пациент показывает вам точечно на область возле сустава, и ему болит очень конкретное место, в это место следует водрузить пулеобразную насадку и подержать триггерную точку. Ваша задача обеспечить фиксацию позиции. И также вы можете работать с запястьем на сгибание-разгибание. Следите, чтобы пациенту было комфортно. И не забывайте о маленьких лайфхаках. Всегда давайте пациенту в руки маркер. Пусть он самостоятельно отмечает область своего дискомфорта своей рукой. И прорабатывайте ровно в том месте, где он отметил эту точку. И комбинируйте частоту, силу нажатия и позицию. Да пребудет с вами счастье!